Тимур Сультеев Тимур Сультеев родился в Татарстане, город Ознакаево с населением в 35 тысяч человек. В этом сезоне у него отличные показатели, любит слушать композиции Басты, нравится фильм «Один плюс один», успевает играть в баскетбол, летом рыбачить с отцом. Тимур Сультеев Часто лидерами команд становятся те, кто пришел в хоккей поздно. Мальчишки, которые уступали сверстникам в навыках, имели неожиданное преимущество. Они страстно желали догнать лучших и опередить их. Тимур загорелся желанием попасть в хоккейную секцию после массового катания. Сначала было трудно, потому что моего возраста ребята катались уже года полтора-два, как минимум. Наверное, у меня получилось их догнать за счет стараний, за счет того, что я хотел этого, и выровнялся с ними в уровне. Баскетбол меня сначала отправил отец, потому что он сам занимался. И так как у нас город маленький, баскетбольная секция закрылась примерно через полугода, как я начал ходить, и просто негде было заниматься уже. Начинал, да, у себя в городе. Где-то год я был там. Затем я перебрался в соседний город, в Бугульму. Там еще годик был. Затем в Альметьевск перебрался, в Нефтяник. Там я тоже был примерно год-два. И затем уже я приехал в Питер. Где-то это в шестом классе было. Тимур вдохновлялся хоккеем. Впервые увидел матч сборной, сидя на арене в Казани. Испытал невероятный эмоциональный подъем в 2008-м. После золотой шайбы Ковальчука ворота канадцев. Илья! Еее! Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам! Это хэппи-энд в Голливуде! До такого додуматься не смогли. Жизнь лучший драматур. Есть момент, когда... Когда Илья Ковальчук сравнял счет на чемпионате мира. И затем в овертайме забыл победный шайб. Это такой исторический момент. Иногда пересматриваю. Иногда так в соцсетях попадается. Очень сильно помогали родители. Особенно отец. Он постоянно, так скажем, не давил. Он заставлял работать, когда я не хотел. Отдельно тренировок со мной занимался. И, естественно, это дало большой вклад мне. И выросло то, что выросло. Тимур Сультеев защитник с хорошим катанием, владением и броском. Он приносит много пользы в игре в неравных составах. Его техническая подготовленность позволяет исполнять булиты. Некоторые становятся победными. Сультеев. Вице-капитан армейцев. Бросок! И Сультеев шайбу забивает. Сильно, точно и четко. Любим просто посидеть дома, разобрать какие-то моменты по поводу хоккея особенно. Любим поговорить, посмотреть матчи какие-то. Сходить просто погулять. Родители начали уже по ходу моей карьеры разбираться. Тоже смотрели матчи, вникали. Тоже общались с тренерами. Постепенно-постепенно все это приходило. Сейчас не так много времени. В основном просто отдыхаем. Иногда ездим на рыбалку в свободное время. Сам так не увлекаясь, ловил. Таких маленьких на прудах в основном. Это отец у меня рыбак. И вылавливает какие-то большие рыбы. Постепенно Тимур Сультеев находил себя в команде МХЛ. Пять сезонов Лиги – это колоссальный опыт, который он смог конвертировать в набранные очки и в результат своей команды. Я думаю, когда я перебрался в Петербург, здесь была хорошая хоккейная школа. Я приехал в СК Петербург. Дальше уже с возрастом начал понимать то, что это надо мне. Я хочу этим заниматься и профессионально как можно дольше. И там были большие возможности. Это, наверное, тогда я понял. Показатель полезности – плюс 33 по итогам регулярного чемпионата. Входит в семерку лучших в Лиге среди игроков обороны. Более 20 минут на льду в среднем за матч. И очень важные голевые передачи и шайбы в плей-офф. Сультеев, все, поменяли, поменяли вратаря на шестого полевого. Не забросили шайбу. Пять, четыре становится счет в матче. И опять, опять Сультеев подключается к атаке и шайба в воротах Сухачева. Когда пришел, был молодой, перспективный. Старался, смотрел на старших, старался соответствовать, попадать в состав, играть как можно больше. С каждым годом все больше приходила уверенность. Я повышал какие-то свои навыки. Достиг, мне кажется, пока еще не максимального результата. И надо еще расти, стараться и пробиваться выше. Система хоккейного клуба «СКА» – одна из самых больших спортивных школ страны. Она объединяет сотни талантливых игроков. Постоянная ротация, поиск лучших, стремление к успеху. Тимур Сультеев – результат этой работы. Нас подключили поработать немного на тренировку с основной командой «СКА». Это были большие эмоции, посмотреть вообще, как они тренируются, как они отрабатывают свои упражнения, как они работают. Это было хорошее время. Они стараются полностью доводить дело до конца. Если у них не получается, они работают, пока не получится. И это дает мне мотивацию дальше, смотря на них равняться и делать то же самое. И вот уже он подсказывает новичкам и тем, кто моложе, как нужно действовать на аренах МХЛ. Скорости выше, время для принятия решений меньше. Мы, так скажем, старшее поколение, когда смотрим, подсказываем где-то на упражнениях, как лучше, где-то в игровой ситуации, как на наш взгляд лучше было сыграть, в какое место перебежать, кого закрыть. Но в этом плане у нас хороший коллектив, подсказываем вообще друг другу, где что-то не получается, помогаем. СК-1946 второй раз в истории дошел до финала МХЛ. И снова уступил. Три года назад было неожиданное поражение от Нижегородской «Чайки» 1-4 в серии. Теперь поражение в одном из самых сложных и непредсказуемых финалов Кубка Харламова. У СК-1946 была отличная команда, но Лока оказался лучше. Вы смотрели проект «История МХЛ». Мы ищем таланты. Все выпуски доступны в социальных сетях Молодежной хоккейной лиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова